Итак, давайте посмотрим, как развернуть приложение, написанное на Django, на реальном сервере. Такое развертывание состоит из трех частей. Первое – это развертывание для внутренней проверки, то есть, чтобы мы могли проверить у себя на компьютере, все ли у нас в порядке. Второе – это первичное развертывание на внешнем сервере. Второе – это тестовое развертывание на внешнем сервере. Вернее, это уже третье получится. Третье важно будет в том случае, если у нас имеется уже развернутый сервер, и мы хотим заменить старую версию на новую. Возможно, вам знакома эта ситуация, когда вам сначала показывают «посмотрите новый дизайн сайта», а потом через какое-то время новый дизайн становится основным, а есть кнопка «вернуться к старому». Но это мы рассмотрим не сейчас. Сейчас мы с вами начнем с первого, а именно развертывание для внутреннего тестирования. Собственно, развертыванием это, может быть, даже называть не совсем корректно, потому что, по сути дела, наш проект при этом никуда не перемещается, он у нас остается на месте. Давайте мы посмотрим для начала на наш проект. Просто мы к этому проекту получим доступ еще одним способом. Итак, он у нас расположен на обычном месте. Вот, LearnAddo – это сам проект. LearnVent – это его виртуальное окружение. Давайте мы его, как обычно, активируем. Вот оно у нас активировано. Теперь запустим проект и убедимся в том, что он у нас корректно работает на разроточном сервере. То есть так, как он у нас работал до сих пор. Ну, структура. Давайте на минуточку вспомним структуру. Вот, собственно, вот эта папка сайт, она у нас как раз и содержит то, что в будущем будет развернуто на реальном сервере. Поэтому она воспроизводит структуру реального сервера. Хотя, в данном случае, папка cgibin нам не нужна вовсе. А папка logs, она может лежать где-то в другом месте. Но пусть она у нас лежит здесь. В этом, собственно, страшного ничего нет. Итак, папка джанго содержит наш джанговский проект. Я хотел бы обратить внимание, что, вообще говоря, на один сайт может содержать несколько джанговских проектов. Вот наш проект называется в данном случае вот так. Но могли бы тут быть несколько еще. Но у нас такая достаточно стандартная распространенная конфигурация. Один сайт, один проект. Значит, залезаем в наш проект. Убедились, что у нас здесь все на месте. Значит, господа, лишний раз убедиться, что у нас все на месте никогда не помешает. Поэтому, ну, теперь, собственно, стартуем в разработчике сервер. Ну, это вещь нам хорошо знакомая. Я, как бы, сильно заострять внимание на нем не буду. Теперь мы можем открыть браузер, получить к нему доступ. Ну, он у нас работает на порту 8.3.0. Соответственно, в данном случае у меня это такой шаблонный сайт. Тексты на нем генерятся случайным образом. Ну, так уж получилось. Я для этого использую специальный модуль, который присутствует в джанговском шаблоне. В шаблонах джанга есть такой модуль, называется Lorem Ipsum. Вот он, фрагменты из этого знаменитого текста и нам генерит. Сейчас наша с вами задача, первая, это развернуть веб-сервер и получить через веб-сервер доступ к этому нашему сайту. На первом шаге мы, собственно, развернем веб-сервер. Давайте мы это сделаем. Для этого мы возьмем новую вкладку терминала и установим два пакета, которые нам понадобятся. Один это, собственно, сам веб-сервер, а для чего понадобится второй, мы посмотрим, когда заставим веб-сервер получить доступ к проекту. Итак, вы можете оба пакета установить одним махом, я сейчас установлю их по одному. Вот это, собственно, сам веб-сервер Apache 2. Господа, те, кто предпочитает пользоваться NGINX, я специально отмечу, что я использую в данном случае Apache не потому, что он чем-то лучше, а просто потому, что он более распространен и на практике, скорее всего, вы именно с ним столкнетесь. Но NGINX, по нему тоже есть документация, тоже есть информация, может быть, в отдельной записи мы посмотрим и NGINX тоже. Вот. Пароль у меня в данном случае единичка, да, специально, чтобы никто не догадался. Отвечаем yes. И вот мы сейчас с вами установим Apache. И после этого у нас в стартовой конфигурации Apache должен заработать, мы сейчас в этом убедимся. И первый шаг, который мы должны будем сделать, это мы должны будем на нашем сервере настроить поименный виртуальный хостинг. Значит, здесь ситуация такова. На провайдере, где вы будете размещать ваш проект, скорее всего, будет именно настроен поименный виртуальный хостинг. Соответственно, он будет опознавать ваш проект по доменному имени, который к этому проекту будет привязан. Но если вы будете развертывать ваш проект на выделенном сервере, то есть такое мнение, я не буду сейчас его оценивать, это мнение, есть такое мнение, что и там лучше настроить поименный виртуальный хостинг, даже в том случае, если у вас сервер обслуживает всего один сайт. Мне кажется, что это мнение под собой имеет почву, потому что вы можете развернуть, например, тестовый сайт на этом же сервере, и в таком случае возможность иметь даже на своем выделенном сервере два сайта будет, в общем-то, весьма полезной. Поэтому мы будем действовать исходя именно из этого мнения, но повторюсь, что оно, разумеется, не является единственным возможным. Вот. Значит, сейчас у нас установочка закончится. Что-то у меня маленько подтормаживает, но надеюсь, что это ненадолго. Сейчас у меня, по всей видимости, как всегда в Ubuntu, да, у меня Ubuntu стоит. Как всегда в Ubuntu сервер, скорее всего, автоматически запустился. Давайте мы проверим этот факт. Значит, сейчас он у нас должен отвечать на адрес localhost. Но не 8.3.0, а просто localhost. Вот. Видите, он у меня стартанул на адрес localhost. Значит, первый шаг сделан. И теперь следующая наша задача. Установим еще один пакет. Этот пакет называется lib-apache2-mod-vsge-py3. Значит, господа, мы с вами будем, как и рекомендуется, под управлением Django, настраивать наш сайт под управлением модуля vsge. Сейчас я поясню, что это такое. После того, как мы настроим сервер под нас. Но в данном случае важно еще вот что. Важно еще vsge взять именно для Python 3. Мы с вами работаем на Python 3, поэтому модуль называется vsge-py3. Пожалуйста, не перепутайте. Если вы поставите просто мод vsge, он, скорее всего, не будет работать. Ну, вернее, он будет работать, но он рассчитан на Python 2. А наш проект сделан на Python 3. Вот. Итак, модуль мы установили. Теперь наша с вами задача настроить поименный виртуальный хостинг. Давайте мы в данном случае наш домен назовем вот таким вот образом. Learnado.log Я напомню, что домен первого уровня log по соглашению не может присутствовать в интернете. А также домен первого уровня lan не может присутствовать в интернете. Да? Вот. Но давайте мы начнем с домена первого уровня log. Поехали. Значит, самое первое, что мы должны будем сделать. Кстати, я проверю. Нам потребуется с вами редактор файлов конфигурации VIN. Да? Ну, вот он у меня установлен. Если он не установлен, установите. А если он вам не нравится, вы можете использовать любой другой редактор, который вам захочется. Так. Итак, господа. Значит, сервер наш пусть разработчий остается запущенным. А первая наша с вами задача, это прописать доменное имя lernado.log в файл хостинга. Для этого существует файл etc.hosts. Да? И вот это самое доменное имя мы туда должны будем прописать. Но этот файл, естественно, доступен для редактирования только от имени администратора. Поэтому нам потребуется команда sudo. Значит, для тех из вас, кто с редактором VIN ни разу не работал, вы можете использовать любой другой редактор. Но я в двух словах поясню. Значит, когда вы его запустили, вот таким способом, как я это сделал, нужно нажать букву I на клавиатуре. И у вас внизу появится, в нижнем левом углу появится слово вставка. После этого мы с вами редактируем этот файл так, как это нам необходимо. Вписываем IP адрес. И доменное имя lernado.log. Вот теперь у нас имя lernado.log будет означать то же самое, что и localhost, да? То есть соответствует тому же IP адресу. На самом деле нам не худо бы с вами сделать еще одну вещь, потому что тестировать доступ к сайту нам нужно будет не только с данного конкретного компьютера, но еще и по локальной сети. И с этой целью мы с вами сейчас посмотрим еще один момент. Команда ifconfig позволяет узнать нам текущий IP адрес нашего компьютера. IP адрес нашего компьютера в локальной сети, вот он указан, init. Да, вот. 192.168.1.165. Хорошо. Значит, этим фактом мы и воспользуемся. Мы напишем 120, извините, 192.168.1.165. И здесь пропишем адрес нашего сайта внутри локальной сети. Он у нас будет называться в локальной сети lernado.lan. Я напомню, что доменное имя lan зарезервировано для локальных сетей и в открытом интернете появляться не может. То есть у нас таким образом будет два имени лок, lernado.log и lernado.lan для одного и того же сайта. В будущем у нас появятся еще имена, потому что мы будем выкладывать на внешний пост. Итак, редактирование файла мы закончили. Теперь мы должны нажать клавишу Escape. Нажал я ее слово. Вставка у меня должно исчезнуть при этом. Значит, затем нажимаем двоеточие. Внизу появляется двоеточие, рядом с ним курсер. И набираем слово Exit. Ну и нажимаем Enter, естественно. Господа, я прошу прощения, может быть, у некоторых из вас за то, что я немножко по-детски это показываю, но это как раз тот самый случай, когда лучше лишний раз повторить, чем лишний раз не повторить. Итак, файл хостс мы отредактировали. Давайте попробуем. Сейчас мы должны получить доступ к нашему же локальному серверу по адресу lernado.log. Как видите, мы с вами к этому серверу доступ получили. Ну и для проверки проверим, имеем ли мы к этому серверу доступ по адресу lernado.lan. Ну и для уже полной проверки наберем адрес lernado.lan1. Ну, доступа нет, все в порядке. То есть так у нас и должно быть. Теперь следующий наш шаг это настройка поименного хостинга. Значит, давайте посмотрим. Перейдем в нашу папку сайт. Вот, собственно, вот это наш сайт. Вот сюда должен обращаться сервер для локального тестирования проекта. Господа, я здесь хотел бы обратить особое внимание, что, строго говоря, никакого развертывания у нас пока что нет. Но тем не менее, тем не менее, ну потому что у нас файлы проекта никуда не перемещаются, они у нас как были на месте, так они на месте и есть. Вот, но тем не менее, то, что мы с вами делаем, по сути дела, от развертывания отличается только тем, тем и только тем, что мы никуда не копируем наши файлы. Вот. В дальнейшем мы их, конечно, скопируем. Да, то есть я напомню, что это первый этап, да, развертывания для локального тестирования. Итак, поехали настраивать сервер. Настройки веб-сервера Apache находятся в обычном месте. Вот здесь вот. Да, вот они все настройки. И нас с вами интересуют сейчас главным образом две папки. Ну, на самом деле три. Нас с вами интересует папка Sites Available, вот которая предпоследняя в списке, и папка Sites Enabled. Они как раз-таки содержат настройки всех сайтов, ну, виртуального хостинга. Это папка Sites Available. А папка Sites Enabled, в ней находятся настройки тех папок, которые в данный момент активны. И кроме того, нас интересует еще содержимое папки Mods Available. Давайте-ка мы его посмотрим. Mods Enabled. Конкретно нас с вами интересует, что в этом списке должен быть файл vsgi.conf. Вот он у нас, вот, vsgi.conf. И файл vsgi.load, потому что мы собираемся выполнить настройку под управлением vsgi. Соответственно, вот, у нас должен быть, простите, у нас должен быть этот файл. Это все прекрасно. Теперь давайте посмотрим папку Sites Available. В данный момент у нас доступен только один сайт. Это 0.0.0 Default. Это, собственно, тот сайт, к которому идет доступ при условии, что у нас доменное имя не опознано, да, которое по умолчанию Default. Стало быть, с вами необходимо создать сайт, который будет соответствовать нашему сайту Lernado.log. И давайте посмотрим содержимое папки Sites Enabled. Только давайте лучше я напишу Ls минус Al. Как видите, файл Sites Enabled содержит символические ссылки на те файлы из папки Sites Available, которые у нас в данный момент активно и задействованы. Стало быть, мы с вами поступим давайте по пути наименьшего сопротивления. Мы файл 3.0.default скопируем и поставим на эту копию символическую ссылку. Но только символическую ссылку мы будем ставить не сразу, а тогда, когда мы сайт наш включим. Итак, поехали. Копируем. Я в данном случае предпочитаю писать полный путь, потому что у нас работа, которая предстоит, она, в общем, не слишком большая. менять рабочую папку. Если хотите, пожалуйста, но это мало чем нам поможет. Вот. И напишем новый путь. Ну, естественно, он у нас разместится в той же папке. назовем мы его 001.lerna.do.conf Отказано в доступе, что вполне нормально, поскольку сайт этот доступен только суперпользователю, и копирование, естественно, надо делать с привилегиями суперпользователя. Вот. Поехали. Итак, файл мы скопировали. Теперь давайте мы его при помощи того же редактора Vim отредактируем. Господа, я напомню, что, разумеется, Vim запускает, в данном случае мы запускаем его с привилегиями суперпользователя, но это только лишь потому, что мы правим настройки. Да, вообще-то, редактор Vim, естественно, сам по себе привилегий суперпользователя не требует. В наше время, к сожалению, распространилась такая ошибка, когда этот редактор, некоторые всегда запускаются с привилегиями суперпользователя. Разумеется, это является грубой ошибкой. В данном случае суперпользователь нам нужен не потому, что это Vim, а потому, что это ETC, потому что мы редактируем файлы общих настроек. Вот. Итак. здесь теперь самое главное не перепутать. 0.0.1 Lernado. То есть мы редактируем естественно новый, а не старый файл. Вот. Итак, нажимаем мы на клавишу и у нас появилась вкладочка у нас появилась вкладочка вставка, слово вставка в нижнем левом углу. И теперь давайте править настройки. Значит, первая настройка, которую мы правим, это настройка серверней. В данном случае серверней, то есть имя сервера у нас будет Lernado.log. Кстати, обратите внимание, что в дальнейшем нам понадобится еще одна директива здесь, но мы ее пока не будем использовать. Итак, серверней Lernado.log. Да, то есть, соответственно, именно по этому имени будет опознан нам наш сервер. Далее. DocumentRoot. Господа, DocumentRoot, давайте мы переключимся вот сюда, на минуточку, на соседнюю вкладку. Вот посмотрите, вот она наша папка сайт и вот она структура нашего сайта. Вот HTTPD это и есть папка DocumentRoot. Это папка, в которой по умолчанию сервер будет искать главный документ сайта. На самом деле на нашем сайте нет такого понятия, как главный документ, да, потому что мы же его на Django писали и, соответственно, он у нас построен на иных принципах. Тем не менее, для первоначальной настройки мы с вами на секундочку этот главный документ создадим. Да? В данный момент у нас этот файл, сайт пустой. Я хочу обратить внимание что вот этот файл keep.keep он носит вспомогательный характер. Это файл, который не относится к нашему проекту, а относится к системе управления версиями git, которую я, естественно, здесь использую. Вот. Имеется в виду, естественно, не то, что git, а то, что система управления версиями. Да? Их существует несколько, какую-нибудь мы используем. так вот. Смотрите. В данный момент эта папка пустая, но мы сюда на некоторое время положим корневой файл. Но как бы то ни было, нам вот здесь надо прописать полный, абсолютный путь к этой папке. В данном случае полный, абсолютный путь к этой папке будет вот таким. Ну, тут важно не... Так, сейчас, секундочку. Да, важно здесь не ошибиться. Полный, абсолютный путь home student work learnado site http d Вот. Это полный путь к папке, которая содержит корневой документ нашего сайта. Далее. Здесь мы должны прописать полный путь к файлу, в котором будет храниться журнал ошибок и полный путь к файлу, в котором будет храниться журнал доступа. В принципе, эти две настройки можно и не исправлять, но в таком случае Apache будет писать ошибки для всех сайтов в одно и то же место. В данном случае это нам не очень удобно, поэтому мы эту настройку исправим. Я напомню, что мы для логов заготовили специальную папку logs, да, только я неправильно написал home student work learnado да, вот так сайт logs ну и соответственно здесь же мы напишем тот же путь. И вот в этом, в этих самых файлах и будут записаны у нас журнал ошибок и журнал доступа. Соответственно, в случае чего нам необходимо будет именно там их и посмотреть. Вот. Но это еще не все. На самом деле для того, чтобы это у нас заработало, ну как не все, это все для того, чтобы у нас заработал поименный хостинг. Да, давайте мы сейчас с вами убедимся, что поименный виртуальный хостинг у нас действительно работает, включим его, убедимся, что он работает, а после этого мы а, ну кстати, нет, одну вещь я тут все-таки забыл. Да? Сейчас. На самом деле я забыл настроить саму, собственно, папку document.root. Вот эта папка document.root, она же должна быть настроена. Вот. Поэтому давайте мы это сделаем. Итак. Папка home student work learnado site httpd вот так. И здесь мы с вами напишем require не так require all granted. Господа, на самом деле я еще раз хочу обратить внимание, что эта настройка не совсем та, которая нам нужна, потому что нам в дальнейшем понадобится с вами настройка чуть-чуть другая. На самом деле нам не надо с вами бездумно давать доступ ко всем папкам внутри папки, то есть ко всем файлам внутри папки httpd. Потому что в действительности это папка httpd будет у нас храниться, будет у нас использоваться по сути дела только для одной, только для статичных файлов. Да, помните, да, у нас в нашем проекте есть какое-то количество статичных файлов. И для медиафайлов, то есть для файлов, которые медиа традиционно так называются файлы, загруженные пользователями. Если мы приняли решение хранить их ну, таким старорежимным способом в виде файлов. Старорежимный в данном случае не обязательно означает плохой, да, то есть это тоже хороший способ. Хоть он и старый, но он все-таки хороший. Вот. Поэтому мы с вами сейчас временно напишем так, но в будущем мы с вами эту настройку несколько переправим. Но вообще-то говоря, оставить ее так, как она вот сейчас у нас есть, можно, но считается это не очень красивым. Но сейчас наша задача проверить доступ к поименному кустину. Вот для этого, пожалуйста, запомните первый этап настроек. Server name 1, document root 2, и доступ к папке document root 3. А, ну и логи, естественно. Да? Вот. Итак, escape, двоеточие, exit, ну и теперь, чтобы это заработало, надо создать символическую ссылку с этого файла в папку sites enabled. Попробуем это сделать. sudo ln минус s, да, минус s значит, что мы создаем символическую ссылку, иначе бы мы создали жесткую ссылку. указываем имя существующего файла через пробел имя пампки, куда эту ссылку создавать. Значит, господа, я хотел бы напомнить, что те из вас, кто еще не очень уверенно работает с линуксом, пожалуйста, посмотрите, я просто это специально отмечу, посмотрите, пожалуйста, понятие символическая ссылка. Итак, вот мы с вами создали символическую ссылку, проверим, что мы ее действительно создали. Вот она у нас. И теперь, если мы перезапустим наш сервер, то теоретически мы должны получить доступ к вот тому же сайту, который, вернее, мы должны получить доступ к сайту по адресу lernado.log, но вот что мы там увидим, это хороший вопрос. Мы должны увидеть не то же самое, что раньше. Поехали. Значит, сервер, естественно, перестартовывается тоже от имени суперпользователя. Сервис Apache 2 restart. старт. Ну, господа, на самом деле, вот я предпочитаю, это совершенно необязательно, я предпочитаю сначала сказать ему стоп, а потом ему же старт. Но сказать restart, это тоже совершенно нормально. У меня вот просто почему-то бзик такой. Смотрите, вроде бы на первый взгляд сервер у нас запустился без ошибок. Давайте с выводами торопиться пока не будет. Соответственно, если мы наберем здесь адрес lernado.log, то мы уже должны получить доступ, ну, показаться должно что-то другое. Обратите внимание, что она нам сказала forbidden, да, то есть, что у нас нет права на просмотр данного ресурса. А это, в общем, и логично, потому что у нас нет права на просмотр файлов в папке httpd. Мы его не давали, оно нам и не нужно. Но чтобы убедиться, что доступ у нас все же есть, давайте на секундочку создадим индексный файл в этой папке. Мы его буквально создадим на секундочку, посмотрим, потом удалим. Те из вас, кто уверен в себе, может этого временного файла не создавать. В мы его создадим, чтобы не мучиться, тоже при помощи редактора Vim. Кстати, обратите внимание, что я его уже не от имени суперпользователя запускаю. Временный файл, вот этот, ну, файл, который для нас является временным, должен называться index.html. Ну и давайте мы его, ну опять буквы И, да, я теперь комментировать этого не буду. И наберем здесь HTML-ный текст. текст этот нам нужен в данном случае простейший. Ну, давайте я напишу тут лоб. Вот такой простейший текст мы наберем. В данном случае я даже не очень забочусь о том, чтобы отступы выглядели красиво. Главное, чтобы они выглядели правильно. Да, красиво это не обязательно. Значит, говорим exit ну, двоеточие exit, как всегда. И попробуем получить доступ еще раз к этому же сайту. Только не сюда, вот сюда. Давайте попробуем. Покажется у нас сейчас файл index.html. Вот, как видите, содержимое этого файла показалось, все в порядке, поименный хостинг работает, поэтому мы можем с вами теперь настраивать этот хостинг на наш джанго, на наш джанговский проект. Господа, давайте сейчас сразу же этот файл удалим, потому что он нам в дальнейшем не понадобится. Итак, господа, дальше нам с вами предстоит сделать следующее. нам с вами предстоит настроить, ну, понять, как нам настраивать сервер на обслуживание джанговского проекта, и второе, собственно, выполнить эти настройки, кое-что в них подправо. Сначала несколько слов о том, как. Давайте посмотрим на это. Смотрите, и так, как у нас устроена вообще диспозиция, так сказать, по-большому. А устроено оно у нас вот как. Вот смотрите, у нас есть наш веб-сервер, веб-сервер Apache. Кстати, господа, если помните, то на курсах по джангу я обращал специальное внимание, что вообще говоря, веб-приложение является мультизадачным. то есть каждый запрос, вот у нас есть клиент, да, вот он у нас, он у нас посылает запрос, и веб-сервер Apache делает следующее, он берет наше с вами джанговское приложение, давайте я напишу джангу, ну, имеется в виду, что это приложение джанга, запускает его, запускает его в отдельном процессе, как отдельную программу, передает ему клиентский запрос, наше приложение обрабатывает этот запрос, на выход стандартный поток std-out выдает ответ, и Apache затем этот ответ отправляет пользователю обратно. Если у нас есть, простите, если у нас при этом есть второй клиент, то со вторым клиентом происходит то же самое. Запускается наше приложение, получается ответ, и этот ответ уходит пользователю обратно. Господа, однако, при таком подходе есть одна большая серьезная паршивая неприятность. Дело в том, что Apache сходит из того, что он запускает наше приложение джанга как обычную программу. просто стартует ее с диска и вперед к победе коммунизма. Но давайте внимательно вспомним, что у нас записано в проекте джанга. Я когда рассказывал про построение самого проекта, я об этом подробно говорил, что проект джанга на самом деле, вся наша огромная махина, работает следующим образом. В ответ на запрос пользователя запускается наше приложение, после этого выполняется функция, соответствующая запросу пользователя. Пользователь запрашивает конкретный ресурс, и при каждом запросе пользователя выполняется та функция, которая отвечает за обработку этого ресурса. Соответственно, так как протокол HTTP, с которым мы работаем, является протоколом односеансным, то проблема, которая в этой связи возникает, заключается в том, что у нас получается, что повторный запрос пользователя приведет к тому, что у нас приложение придется запускать заново. А это-то как раз и проблема. Приложение большое, нам надо кучу всего импортировать, запускать, громоздить, а выполняется в итоге одна функция. Правда, вот если бы речь шла, например, о языке C, то тогда это, конечно, было бы неприятно. На питоне это не так неприятно, потому что питон вообще, джанга в частности, устроен таким образом, что мы импортируем наши функции только тогда, когда нам это действительно надо. Джанга этому уделяет внимание. Вот. Поэтому в некоторых случаях мы имена модулей пишем не в виде функции, не в виде ссылок на функции, а в виде текста, и потом только вычисляется нужная ссылка на функцию. Это все делается для того, чтобы не было лишних импортов. Но, к сожалению, полностью это нас не спасает. К сожалению, этот эффект он лишь частичен. Поэтому для того, чтобы этого избежать или сократить, мы пользуемся для связи между вот здесь, вот в этом месте, между веб-сервером Apache и нашим приложением Django мы используем специального посредника, который называется VSGI, который мы уже с вами упоминали. Если честно, я не помню, как это расшифровывается, но VSGI это специальный посредник между Apache и Django. На самом деле, основная задача этого посредника это уменьшить количество перезапусков программы. То есть, чем меньше перезапусков приложения мы делаем, тем лучше. На самом деле, подобные идеи, естественно, для Django не специфичны и для VSGI не специфичны. Кроме этого, есть еще несколько иных способов сделать то же самое. Например, есть модуль, который называется FastCGI, которым я, правда, пользоваться... Ой, Fast, извините. Сейчас исправлю. FastCGI вот так. В нашем случае этот модуль нам неудобен, нам удобен именно модуль VSGI. Значит, разница между VSGI и FastCGI в первую очередь, но не только в этом, но самое главное, заключается в том, что FastCGI может работать с любой программой, на чем бы она написана не была, а VSGI работает только для питона, то есть он специально заточен под питоновские приложения. Соответственно, нам с вами прямой расчет пользоваться именно ими. Так вот, господа, VSGI выполняет две важных задачи. Что он делает? Во-первых, он стандартизует интерфейс взаимодействия между веб-сервером, в данном случае Apache, и джанго. Веб-сервер передает в джанго, ну там, ряд, естественно, запрос пользователя, но кроме того, он передает еще ряд переменных окружения, специфичных для данного конкретного запроса. Ну там может широкий спектр в них входить, сейчас нам это не так принципиально. Итак, первое свойство VSGI это стандартизация взаимодействия между Apache и джанго. Вторая, ну на самом деле вторая по порядку, но первая по важности для нас, джанго VSGI, простите, работает следующим образом. Он загружает в память наше приложение, выполняет запрос пользователя, выполняя при этом все необходимые импорты, а после этого он приложение из памяти не выгружает, он оставляет его запущенным. При этом он может запустить одновременно некоторое количество, ну вообще говоря, неограниченное количество экземпляров, но при этом он отслеживает, вот допустим, пришел запрос пользователя и VSGI смотрит, а имеется ли среди ранее запущенных экземпляров приложения свободный, то есть тот, который в данный момент никакой запрос не обрабатывает. Если таково имеется, то он не запускает новый экземпляр, а передает управление старому экземпляру. И вот этот старый экземпляр обрабатывает наше приложение, а после этого не останавливается, а ждет, пока придет новый запрос. Таким образом, ну, соответственно, если свободного экземпляра не находится, то VSGI может запустить новый. Да, ну, в некоторых случаях это мы можем ограничить, то есть иногда мы ограничиваем количество одновременно запущенных экземпляров, иногда не ограничиваем. Если мы их ограничиваем, то, соответственно, те запросы, которым не нашлось свободного места, будут ожидать в очереди. Кстати, господа, на самом деле любой веб-сервер ограничивает количество одновременно обрабатываемых запросов. Поэтому у нас запрос от пользователя может постоять в очереди вот здесь, а может постоять в очереди вот здесь, ожидая свободного экземпляра приложения. Но это уже на самом деле не важно. Я вам так скажу, что практика показывает, что для большинства веб-проектов 10 одновременно обрабатываемых запросов это достаточно. Не всегда, конечно, но для большинства достаточно. Но если ваш проект имеет сверхвысокую нагрузку, тогда, конечно, там придется повозиться. Вот. И еще один важный момент, который мы с вами используем. Значит, мы с вами, если помните, выполняли ряд телодвижений, посвященные обработке статичных файлов. Так вот, господа, при работе с дженковскими приложениями принято следующее. При запросе к статичному файлу, то есть, если пользователь запрашивает статичный файл, вот я это красным цветом обозначу, клиент запросил статичный файл. Принято в этой ситуации настраивать Apache таким образом, чтобы он этот статичный файл сам подобрал из папки хтттпд. То есть, иными словами, при запросе клиента к статичному файлу наше приложение вообще запускаться не будет. Статичные файлы будут полностью обрабатываться исключительно и только средствами веб-сервера. Некоторые мудрецы рекомендуют в этой ситуации даже настраивать для статичных файлов отдельный веб-сервер. На отдельном хосте. Это имеет смысл в том случае, если статичных файлов у вас неимоверно много. В этом случае это имеет смысл. В нашем случае это смысл не имеет, поэтому мы этого делать не будем. Вместо этого мы просто настроим наш веб-сервер на то, чтобы он обрабатывал статичные файлы в обход джак. Итак, давайте настроим наш сервер сервер Apache так, чтобы он обрабатывал статичные файлы в обход джанга. Поехали! Для этого мы отредактируем файл ETC Apache 2 Sites Available 001 и так далее. Итак, господа, укажем ему первонаперво папки, в которых эти статичные файлы будут храниться. Нажимаем букву I. Я еще раз рискую показаться занудой. Напомню, что если вам не нравится редактор Vim, можете пользоваться любым другим. Вот, хотя для правки файлов конфигурации Vim удобен. Итак, это папка, в которой будут храниться пользовательские файлы. Помните, файлы, которые закачивает пользователь. при условии, что они у нас обрабатываются старорежимным способом. Не будем затрагивать сейчас дискуссионный вопрос о том, как еще можно обрабатывать пользовательские файлы. Вот, это будет тема другого разговора. Вот. Вот, вроде бы, я не ошибся. И статичные файлы. Господа, вот эти пробелы обязательно не ошибитесь. а вот интересно, господа, почему памятная нынешнюю ситуацию, многие ходят в масках, да, ну, как положено, но почему-то подвязывают эти маски не на нос, рот, а под подбородок. вот неоднократно такую картину наблюдал, вот мне интересно, в какой логике эти люди руководствуются. нет, я не против, я просто, ну, как сказать, не то, что не против, мне в первую очередь это просто интересно. Итак, что-то просто в окно выглянул, возникла мысль. Ну, ладно, не важно. Итак, господа, вот мы с вами настроили папки, в которых будут храниться пользовательские статичные файлы, да, вот, и теперь давайте настроим права на соответствующие папки. Права на папку httpd как таковую, как я уже говорил, нам не нужны, зато нам нужны права на папку медиа, поэтому поправим здесь медиа, и, господа, вот тут есть нюанс один, я, ну, это может быть опять-таки считается, что у меня там бзик, перестраховка и все такое, но я не рекомендую при правке конфигурационных файлов пользоваться копипастом, потому что один раз, ну, может быть, повторюсь, может быть, это и перестраховка, но один раз, когда я раскопипастил ошибку в трех местах и потом два из этих мест быстро нашел, а третье я искал, наверное, неделю, забыв, куда я там и что раскопипастил, я как-то побаиваюсь. Если при написании программы это обычно не является большой проблемой, ну, как проблемой, но не катастрофой, то при правовке конфигурации это обычно очень неприятно. Ну, с другой стороны, если вы абсолютно твердо уверены в своей правоте, то пожалуйста. вот, промежуточное сохранение делается вот так. Нажимаем escape, двоеточие, write. Да, и она просто сохраняет, не выходя, но потом опять надо нажать букву и. Итак, господа, вот мы с вами выполнили настройки для статичных файлов, для статичных и пользовательских файлов. Эти настройки, повторюсь, состоят из двух частей, это две директивы alias, да, которые соответствующие веб-пути отображают на соответствующие папки, и права на эти папки, require all grant. Далее, а вот теперь наша с вами задача запустить собственно VSGI. Мы с вами запустим VSGI в так называемом демон-режиме, то есть, когда VSGI умеет выполняться в фоновом режиме. Самый такой прямолинейный способ это сделать, ну а самый прямолинейный он является обычным и самым правильным при условии, что он нам подходит. Так вот, самый прямолинейный способ это сделать будет следующим. Будет воспользоваться директивой VSGI и вот такой VSGI сейчас я уточню VSGI демон процесс вот так VSGI демон вот демон процесс вот эта директива она указывает во-первых путь к нашему сайту да при запросе в корень сайта мы должны будем указать в какой папке искать вернее не в какой папке искать извините значит смотрите что мы тут должны указать мы здесь должны указать VSGI демон процесс сейчас секундочку чтобы я тут не запутался давайте VSGI демон процесс это я немножечко перепутал с директивой VSGI скрипт алиэс да поехали значит на самом деле сначала надо настроить вот эту вот штуку rernado . . . . . на самом деле вот это имя группы процессов затем мы указываем директиву python home python home и вот здесь мы должны указать путь к нашему виртуальному окружению а виртуальное окружение у нас находится по адресу home student work соответственно путь к папке с виртуальным окружением learn vent вот это путь к папке с виртуальным окружением python 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 path а вот здесь мы должны указать путь к нашему проекту то есть путь к нашему проекту это путь к той папке которая содержит файл manage .py home student work learn надо но у меня не умещается в строчку поэтому я буду вне ну как бы у меня да вообще-то это все в одну строчку пишется вот так у меня проект называется в данном случае на самом деле это одна строчка vsgiprocessgroup vsgiprocessgroup и вот здесь надо указать имя группы процесса learnado.log вот на самом деле этого в принципе достаточно в принципе у нас после вот этого он должен заполнить почти достаточно но сейчас мы кое-что возможно еще должны будем добавить на самом деле еще одна вещь которую надо добавить точно только с большой буквы надо писать директор это права на доступ к запускающему файлу приложения вот тут придется написать немножечко хитро холм холм студент ворк допустим сайт джанг Влад, Лена, это имя проекта, да, путь к проекту, а вот это путь к главному приложению проекта, да, это вы помните, что у нас при создании проекта, если помните, создавалось главное приложение проекта. Давайте я сейчас, чтобы нам было удобнее, открою этот проект в файловом менеджере. Вот смотрите, вот оно, виртуальное окружение, этот путь мы там прописали, а сейчас нас интересует вот что, сайт, Django, вот он, проект, вот оно, главное приложение проекта, конкретно нас с вами интересует вот этот файл, vsg.py. Он и является главным запускающим файлом приложения. Но нам, естественно, не нужно давать права всем подряд, поэтому мы дадим права только на этот файл, vsg.py. И напишем здесь то же самое, require all granted. Вот. Вот, господа, чисто теоретически, если мы сейчас запустим, ну, перезапустим Apache, то вот при таких настройках у нас наш проект должен подхватиться и заработать. Давайте попробуем это сделать. Если заработает, прекрасно, нет, будем искать ошибки. Так, значит, теперь наша с вами задача перестартовать сервер, sudo-service Apache, Apache 2, restart. Ну, будем надеяться, что я ошибок не наляпал, но вроде бы как он перезапустился. Ну, и теоретически, вот сейчас мы должны получить доступ к нашему сайту. Фигушки мы к нему получили доступ. Значит, сейчас будем разбираться, что я забыл. А забыл я, скорее всего, еще одну директиву. Хотя я, правда, не очень понимаю. Так, давайте, прежде чем разбираться, посмотрим лог. Мы же с вами недаром заготовили лог. Вот смотрите, что она нам сказала. Forbidden, ну, правильно, да, она говорит, отсутствует директива directory index. Все верно. То есть у нас почему-то не сработала директива перенаправления на Django. На самом деле я догадываюсь, почему. Скорее всего, я забыл сюда проставить еще одну директиву. Которая называется vsge-script-alias. Сейчас я еще раз сверю, ничего я не ошибся или, да, вроде бы нет. vsge-script-alias. Вот здесь вот мы указываем, что при запросе в корень сайта, при запросе в корень, мы должны запускать следующий файл. Home, вот я, скорее всего, вот это я забыл. Сейчас проверим. Ну, знаете, есть такая болезнь, склероз. Так, ну, естественно, путь к проекту. То есть мы должны указать конкретно тот файл. Конкретно тот файл, который надо запускать. vsge.py И процесс групп. Раз у нас все это работает в режиме демона, то мы, конечно, должны указать процесс групп равно learnado.log. Вот я надеюсь, что сейчас она у нас стартанет. То есть мы указываем в директиве script-alias путь к файлу vsge-e, полный, абсолютный путь. И имя группы процессов, которую мы вот строчкой выше задали. Проверяем. Сервер перезапускаем. И попробуем получить доступ к приложению. Все равно не получается, да? Ну, давайте проверим. Так, что у нас тут? А в акции с логи у нас что? Ну, forbidden, да? Ну, понятно. Значит, будем сейчас ошибки искать. Так. Ну, и так, господа, ошибку я нашел. Она, как всегда, в таких случаях оказалась банальной. Давайте мы ее исправим. Значит, нужно, естественно, отредактировать файл etc.apache2.sitesavailable.001.lerna.conf И забыл, я вот здесь вот неправильно ввел путь к файлу. Я вот здесь пропустил слово Django. В результате она этот файл не находила и пыталась открыть сервер просто так, как обычно, да? Вот. То есть нужно внимательнее набирать пути к файлам. И, господа, чтобы два раза не вставать. Вот эту ошибочку исправили. И еще. Давайте добавим сюда же еще и имя нашего сайта в локальной сети. Для этого существует директива сервер alias, которая позволяет задать сайту второе имя. Lernado.lan. Ну, можно здесь до кучи написать Lernado. Ну, только это. VVV. Да? Lernado.lan. Да, ну, на самом деле это уже, как бы, другой немножечко вопрос, да? Короче говоря, псевдонимы сайтов вот здесь мы все перечислили. Вот. Но, повторюсь, вот сейчас, в сию минуту, самой вот ошибкой, о которой я споткнулся, была вот... Забыл здесь написать слово Django. Давайте попробуем перезапустить сервер и посмотреть, что у нас получится теперь. Итак, вот мы сервер перезапустили. И попробуем перезагрузить сайт lernado.log. Значит, господа, вот давайте сравним. Вот так вот он у нас выглядит на разработчном сервере. Вот так вот он у нас выглядит на основном сервере. Значит, я хотел бы обратить особо... Ну, на основном тестом. Значит, я хотел бы обратить внимание на одну очень грубую ошибку, которая здесь допущена сейчас. И на одну, ну, не очень грубую, но недоделку. Значит, итак, в чем заключается грубая ошибка? Для этого нам нужно открыть файл settings и посмотреть на его содержимое. То есть, то, что я вам сейчас покажу, до настоящего момента ошибкой не было. Но в настоящий момент это является грубой ошибкой. Сейчас запустится. К сожалению, у меня что-то подтормаживает КТ. Значит, дело в том, что у нас в данный момент... Ну, давайте я уже, чтобы не ждать, пока он загрузится. В данный момент... Что-то он не стартует. Не нравится мне это. Принудительно стартануем. Так вот, господа. Ну, если не стартанет, фиг с ним. Вимом отредактируем. Так вот, суть в чем. А, вот, запустился. Просто тормозил сильно. Так вот, дело в том, что у нас в данный момент сайт... Вот, посмотрите, пожалуйста, вот сюда. Строка номер 28. Сайт у нас в данный момент сконфигурирован для работы в отладочном режиме. Раз он сконфигурирован для работы в отладочном режиме, это значит, что он выдает в браузер, ну, много лишней информации. А вот теперь, господа, запомните, пожалуйста. Работать в отладочном режиме категорически запрещается не то, что при выкладывании сервера, при развертывании его в продакшн, но даже при тестировании. Правда, насчет тестирования вы, конечно, можете со мной поспорить. Да, может быть, это там допустимо. Но, во всяком случае, при доступе к серверу, при уже финальном тестировании, вот это точно, категорически запрещается сервер запускать в режиме отладочном. То есть, дебаг должен быть фальс, а не true. Сейчас мы это исправим. Так, что-то у меня с клавиатурой. Вот, тормозного клавиатура. Итак, дебаг в обязательном порядке должен быть фальс. Значит, господа, я хочу обратить ваше внимание. Конечно, можно подискутировать на тему, а действительно ли при тестировании запрещается работать с дебаг равным true. Но, по моему мнению, действительно запрещается. Почему? Дело в том, господа, что если вы работаете в режиме отладки, то в некоторых случаях сервер выдает в браузер секретную информацию, например, вот этот секретный ключ. Стоит вам один раз засветить этот ключ, и в случае, если вы это заметите, ха-ха, то у вас возникнут проблемы с его заменой. Потому что заменить его не так просто. Дело в том, что при помощи этого секретного ключа у вас, в частности, шифруются пароли пользователей. Поэтому, если этот секретный ключ окажется скомпрометирован, вам придется менять все пароли всех пользователей, что, сами понимаете, крайне хлопотно. А если вы этого не заметите, то ваш сайт взломают мгновенно. Это только одна из причин, далеко не единственная. Поэтому, я считаю, что если вы запускаете сайт в разработчикном сервере, тогда дебаг можно ставить в true. Если же вы его запускаете в Apache, неважно как, локально, нелокально, шмакально, фокально, как угодно, то дебаг надо немедленно выставить в true. Чем раньше, вернее, в false. Чем раньше он станет false, тем лучше. В идеале и при разработчикном сервере лучше ставить false, но это неправильно. Потому что там, сейчас мы увидим, один небольшой нюанс будет. Поэтому общее правило такое. В разработчикном сервере true, во всех прочих случаях, в false. Это создает определенные неудобства, которые, кстати, можно обойти, но об этом в другой раз. Господа, если мы выставили дебаг в false, то в обязательном порядке, вот в этом списке, мы должны перечислить адреса клиентов, в котором разрешен доступ к серверу. Allowed hosts. Соответственно, в данном случае звездочка означает, что доступ разрешен откуда угодно. То есть параметр Allowed hosts должен быть выставлен. Вот. Соответственно, выставив вот эти настройки, мы их сохраняем. Все. Теперь мы можем продолжить нашу работу. Но я хотел бы обратить внимание на один такой бросающийся в глаза момент. Вот посмотрите. У нас вот здесь сервер запущен в разработчикном режиме. Мы исправили сеттинг. Сервер перестартовал. Посмотрите, пожалуйста, что у нас произошло на разработчикном сервере. Разработчикный сервер в режиме debug равно false false не обрабатывает статических файлов вообще. На самом деле существует способ это обойти. Я сейчас не буду его называть, но на мой взгляд этого делать не стоит. По моему мнению, все же лучше на разработчикном сервере debug ставить втрою. Вот. Теперь, что касается нашего сайта. Естественно, у нас на первый взгляд лучше не стало. Но для того, чтобы у нас стало лучше, нам надо сделать так, чтобы наш тестовый сервер увидел статичные файлы. Вот в чем проблема. Он у нас статичных файлов не видит. Для этого мы сделаем следующее. Для этого мы остановим разработчикный сервер. Можно его и не останавливать, но мы остановим. И дадим вот такую команду. Python 3 manage.py collect static Значит, collect static пробежится по всем, 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 всем местам, где у нас могут лежать статичные файлы. И переложит их на тестовый сервер. Вот она нам указала, что 139 статичных файлов скопированы в такую-то папку httpd static. То есть, как раз в аккурат та папка, которую мы предназначили для статичных файлов. Теперь проверим, как у нас теперь выглядит сайт на тестовом сервере. Вот. Готово. Господа, обратите, пожалуйста, внимание. Ну, давайте для проверки уже довершим проверку. Напишем здесь Lernado. А, стоп. Чтобы довершить проверку, нам надо еще проверить доступ по адресу Lernado.lan. Да? Давайте мы для этой цели добавим одну строчку в файл.etc.hosts А, опять я пропустил BIM, да? Добавим. А, вот она у нас уже добавлена. Мы это уже сделали. Когда-то, да? Lernado.lan Ну и хорошо. Вот. Значит, и попроверим доступ. Посмотрим, как он у нас по адресу Lernado.lan. То есть, вот в таком виде он у нас вроде бы виден из локальной сети. Вроде бы как, да? Давайте теперь мы проверим, а он у нас правда виден из локальной сети? Для этой цели мы с вами переключимся на другую машину в нашей же локальной сети. Вот. Я тут специально папочку открыл. Так вот, господа, эта машина... Так, а почему она у меня нифига не видна? Вот. Теперь видно. Так вот, господа, эта машина, как вы видите, под управлением Windows. Кстати, господа, проверка правильности работы нашего сайта из-под Windows является строго обязательной. Вот на это я хотел бы обратить внимание. Если у вас под рукой нет обычной Windows машины или вы там по каким-то причинам не можете ее включить, воспользуйтесь для этой цели виртуальной машиной. Например, VirtualBox или VMWare. Этого более чем достаточно для проверки работоспособности сайта. Ну, по крайней мере, в подавляющем большинстве случаев. Если вы не пользуетесь какой-нибудь экзотикой типа WebOpenGL, да, или то пока еще экзотика, то этого более чем достаточно. Давайте попробуем. сейчас мы доступ к сайту правильный не получим. Я думаю, вы догадываетесь, почему. Lernado.lan Потому что у нас этот сайт, естественно, не определяется его IP-адрес. Если помните, мы с вами на Linux правили файл etc.hosts для этой цели, на Windows этот файл вот он. Вот в какой папке он расположен. c windows system32 drivers etc. Соответственно, этот файл, кстати, тоже правится от имени администратора. Поэтому мы возьмем блокнот. Возьмем блокнот. запустим его от имени администратора. Промахнулся я, что ли? А, вот, да. Значит, запустим его от имени администратора и откроем этот самый файл. Вот. System32 drivers etc. Но имя файла придется руками написать. hosts. И вот сюда в конец мы с вами напишем 192 168 1 165 lernado .lan Ну и можно, чтобы два раза не вставать, написать сюда же www.lernado .lan Сохранить этот файл. Ну, как обычно. Сохранить. Закрыть. И вот я надеюсь, что теперь по адресу lernado.lan 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 Мы получили доступ к нашему сайту, да, который у нас работает на другой машине нашей виртуальной сети. Чтобы убедиться, что мы доступ этот именно получили, давайте мы с вами опять переключимся на ту машину где у нас расположен сайт переключимся на нее там у нас тоже браузер болтается до свернем здесь браузер и посмотрим на с вами вот что мы с вами посмотрим access log tail logs access вот смотрите видите вот несколькими строчками выше вот мы с вами получали доступ к нашему сайту запрашивали доступ сайта с адреса 1 165 это адрес вот той машины которые вы видите сейчас а вот только что мы получили запрос с адреса 1 194 другой машины нашей локальной сети вот господа развертывание нашего сервера для первоначального тестирования для внутреннего тестирования на этом в общем-то закончена но я хотел бы обратить внимание на некоторые тонкости я обращаю внимание что это первоначальное внутреннее тестирование в чем особенность этого тестирования и я еще раз говорю что строго говоря хотя именно с этого и начинается рассказ о развертывании сервера под управлением джанга да и во всех учебниках тогда но строго говоря развертыванием это нельзя назвать почему да потому что если мы сейчас продолжим разработку проекта то вот это вот все изменения которые мы будем вносить будут отражаться и на внутреннем тестовом вот на сервере первоначального внутреннего тестирования поэтому это именно первоначальное тестирование то есть тестировать сайт таким способом обязан сам разработчик а также тесты а также люди по его особой просьбе когда значит ситуация когда мы передаем сайт на тестирование формально подчеркну формально относятся уже к внешнему развертыванию это относится к ситуации когда мы с вами развертываем сайт ну как раньше это говорили сейчас еще так иногда говорят в интернете то есть в локальной сети организации интернет значит господа я хочу обратить здесь внимание что развертывание сайта для внутреннего тестирования и развертывание сайта для продакшен то есть для внешнего уже полноценного развертывания с технически подчеркну с технической точки зрения не отличается ничем они отличаются с организационной точки зрения то есть там различается ответ на вопрос зачем и кто за это отвечает а вот с чисто технической точки зрения не отличается ничем разница только в том что на продакшене мы развертываем уже на сервере продакшен а для внутреннего тестирования на специальном тестовом но они полностью должны соответствовать друг другу, потому что иначе какое уже это тестирование. И второй момент, который мы с вами не делали при развертывании для первичного тестирования, для первичного внутреннего тестирования, мы с вами не пересоздавали базу данных. Обратите внимание, что все, что мы с вами сделали, это мы развернули Apache, настроили его на наш сайт и переставили настройки Settings из режима отладки в режим релиз. Дебаг у нас фальс. База данных у нас какая была, такая осталась, что естественно не совсем то, чего мы хотели. Поэтому следующая наша задача, которую мы разберем уже в следующей видеозаписи, будет посвящена первичному развертыванию на внешнем сервере. Или что то же самое, первичному тестовому развертыванию. То есть это соответствует ситуации, когда у нас пока еще сайта нет вообще. Вот. И мы только намереваемся его развернуть. В частности, вот я сейчас это покажу, если мы... Я специально заготовил для вас внешнее доменное имя. Если вы попробуете... Если я сейчас попробую набрать адрес test.learnado.ru то вы как видите, мы увидим с вами первичному... Ну или бы, если быть более точным, то я назову этот сайт test.learnado.ru То мы увидим с вами первоначальную версию страницы. Обращаю внимание, что это как бы специальный тестовый сервер в интернете. Вот. Но правда, я думаю, что к тому моменту, когда вы будете смотреть эту видеозапись, там уже чего-то будет. Да? Но... Я сейчас... Когда будем делать следующий... Ну вот, когда вы смотрите эту запись, вы скорее всего увидите то же самое. А может и нет. А в следующей записи там уже будет вот какой-то сайт развернут. Вот. А мы с вами попробуем развернуть это на внешнем сервере с тем, чтобы вы могли вот этот развернутый псевдосайт. Это, конечно, сайтом назвать нельзя. Да? Это псевдосайт. Вот этот развернутый псевдосайт, чтобы вы увидели его из интернета тоже. Вот. Ну а на этом мы на сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.